Сэр Дуглас Моусон, один из легендарных покорителей Антарктики. Во время экспедиции его отряд разделился на отряды поменьше, по три человека. Вместе с Моусоном шли на санях Белл Грейв Ниннис и Ксавьер Мерц. Во время перехода по Снежному мосту Ниннис со своими санями и собаками провалился, мост не выдержал. Вместе с ним провалились почти все припасы. Несколько часов Моусон и Мерц пытались понять, можно ли спасти товарища. Однако пропасть была слишком глубока, ее дно не просматривалось в бинокли и на крики мужчин никто не отзывался. Им пришлось смириться со смертью друга. Встал, однако, вопрос, как возвращаться без еды, человеческой и собачьей, и почти без снаряжения. У исследователей оставались еще одни сани и несколько псов, но эти сани были нагружены меньше, чем у Нинниса. Из еды оставалось немного галет, шоколада, изюма и пимикана. Очень немного. Ко всем бедам нужно было найти новый снежный мост, чтобы пройти назад, и это отняло время. Весь обратный путь мужчины убивали по очереди ослабевших собак, чтобы накормить других псов и есть самим. У Мерца от хрящеватого псиного мяса начиналась тошнота, так что он ел почти только одну печень и в результате отравился избытком витамина А. Перед смертью Мерц сошел с ума, а после его смерти Моусон еще некоторое время размышлял, неразумнее ли перестать уничтожать собак и кормиться всем вместе покойным Мерцем. Наконец, он решил, что лучше умрет, как цивилизованный человек, или спасется только на собачьем мясе. На самом деле, двигаясь вперед, он уже понимал, что время отхода корабля, ждавшего их отряд, прошло. Капитан не имел права ждать их троих, и все же Моусон не сдавался. Он разрешил себе надеяться и был прав. Хотя с кораблем он разминулся на 4 часа, на берегу осталось несколько человек с припасами, именно на случай их с Мерцем и Нинисом появления. Они тоже решили не сдаваться и надеяться до конца. Субтитры создавал DimaTorzok